Ну, я думаю, мы можем начинать. Я везде раскидала ссылки. Думаю, что народ постепенно подтянется. Спасибо всем, кто сегодня все-таки включился к очередному заседанию научного клуба «Культет инженерии в информатике.ГУ». И сегодня Денис Тихоленков нам будет рассказывать про новую группу хищных протестов и про новый взгляд на классификацию «Л-КУЛИО». Денис, вам слово. Большое спасибо. Большое спасибо за приглашение, Елизавета. Рад всех приветствовать в научном клубе «Культета бюинженерии и биоинформатики». И прежде чем начать свой рассказ об обнаруженной нами новой группе микробиальных хищников, сделаю такое достаточно подробное вступление о том, что вообще представляет из себя современная макросистематика и у креотических организмов, чтобы было более понятно место новых микробиальных хищников в современной системе. Вообще попытки построения системы живых организмов предпринимались и предпринимаются постоянно. Идея деления живых существ на животных и растений принадлежит еще Аристотелю, который считал, что растения отличаются от животных степенью развития души. И похожие воззрения на систему живого, они сохранились до 18 века. Линней также делил живые организмы на два царства – вегетабели и анималия. Однако уже тогда стало ясно, что между животными и растениями нельзя провести четкой разницы из-за наличия фотосинтезирующих организмов, например, ивглены, но подвижных организмов, или же неподвижных как растений, но гетеротропных существ, такие как грибы и губки. И поэтому начались попытки выделения грибов и одноклеточных в Третье царство. И так в 1821 году Рис выделил в отдельное царство грибы. И понимание того, что одноклеточные протисты, они вообще появились на Земле раньше других, прото, собственно, означает первое, естественно, они примитивнее крупных многоклеточных форм, вызвало необходимость выделить их в самостоятельное царство наряду с царствами животных и растений. И Гекель в 1866 году сформировал такое царство протистов, которое включало простейших водорослей, низшие грибы, а также прокариоты и губок. И до конца 60-х годов прошлого века в качестве Третьего царства разные авторы выделяли и грибы, и протисты, а иногда и прокариоты. И уже в 20 веке Уитекер в 1969 году предложил систему из четырех царств, в которой простейшие водоросли и низшие грибы, они образуют самостоятельное царство протистов. И при этом протисты представляют собой переходную группу от прокариот к многоклеточным. При этом, как мы видим, если растения, грибы и животные недостаточно четко отделены друг от друга, то четкая граница между ними и протистами отсутствует. Что неудивительно, эти три эволюционные ветви представляют собой основные эволюционные линии развития живого по типу питания. Из протистов, которые обладают всеми типами питания, эволюционируют ветвь гетеротрофов животных, ветвь автотрофов растений и весь ветвь сапрофитов грибов. Таким образом, еще 30 лет назад, 20-30 лет назад, когда я учился в школе, общепринято было разделение и укрет на царство растений, животных, грибов и протистов. Однако оказалось, что животные, растения и грибы, как потомки, являясь потомками каких-то одноклеточных предков, имеют в настоящее время современных, более близких родственников среди одноклеточных и представляют собой таким образом только маленькие веточки на разветвленном филогенетическом дереве одноклеточных. И современная молекулярная филогенетика, в основном благодаря изучению микробных и укрет, она значительно изменила представление о древе жизни, в результате чего сформировались такие широкие таксономические образования, которые называются супергруппами. Это, например, апистаконты, прикрептисты, гаоптисты, архипластиды. И вот эти супергруппы, они превосходят или включают в себя традиционные царства животных, грибов и растений и охватывают гораздо большее разнообразие иукриот. Вот здесь я изобразил схему иукриотического дерева современной согласно последним макросистемам и новым находкам. Если посмотреть на эти небольшие картинки, то сразу можно видеть, что большинство филогенетических ветвей древа иукриот, оно представлено как раз-таки простейшими организмами, в основном жгутиковыми. И мы видим, что большинство иукриот относится к одному из двух доменов. Это аморфея и даэфалетикис. Домен аморфея или аморфный, или иначе их называть юниконты, они включают в супергруппу апистакон, сюда входят, например, все многоклеточные животные и многие грибы, бревят и апузазей, и вместе с ними они именуются абазоа, а также супергруппа амибазоа. А второй домен, даэфалетикис, он очень чрезвычайно разнообразен, и само это слово, даэфалетикис, оно и означает разнообразное. Дать этому домену какую-либо характеристику очень сложно, какой признак, не назови, обязательно найдутся исключения. И даэфалетики исключают супергруппу архипластит, криптист, гаптист и цар. Хорошо известная и ранее общепринятая группировка юкориот-экскаваты сейчас является, вероятно, не монофилитической, вместе с группой Крамс и несколькими другими эволюционными линиями протистов они составляют филогенетические линии юкориот пока не определенного положения. И следует подчеркнуть, что гетеротрофные жгутиконосцы среди простейших, к которым относятся и проворы новой супергруппы, о которой пойдет в дальнейшем, они часто формируют базальные эволюционные линии супергруппы или же формируют независимые одиночные ветви, которые сестринские крупным суперкластерам, и они представляют собой таким образом важнейшие глубокие линии эволюции. И нужно сказать, что гетеротрофные жгутиконосцы – это не таксономическая группа, а сборная полихелитическая, такая сборная солянка из неродственных протистов, которые имеют жгутик или жгутики, по крайней мере, на одной стадии жизненного цикла и характеризуются гетеротрофным питанием. Теперь давайте кратко пройдем по этому дереву и познакомимся с основными представителями протистов, чтобы понять место провор среди них. Первая супергруппа иукриот – это апистаконты или заднежгутиковые организмы с единственным задним жгутиком, который присутствует хотя бы на одной из стадий жизненного цикла. Это чрезвычайно разнородная группа, которая включает всех многоклеточных животных и метазоов в пределах холозоа, а также высшие и низшие грибы в пределах холомикота, ну и несколько групп простейших, которые, вероятно, иллюстрируют анцентральное предковое состояние того одноклеточного организма, от которого произошли по одной эволюционной ветви многоклеточные животные, а по другой – грибы. Ну, среди наиболее известных апистаконных простейших – это воротничковые жгутиконосцы или хронофлагеляты, которые являются ближайшими родственниками метазоа или всех многоклеточных животных. Следующая эволюционная веточка небольшая – пуза монодида. И вот представитель ее здесь на видео у нас ползает. И забавные слонята. Они населяют морские и пресные воды, а также почвы. Очень их легко отличить от других протистов в пробах, поскольку они имеют такой интересный хоботок, внутри которого проходит жгутик. Следующая линия простейших называется бревиотея. К ней относятся амибоидные организмы с очень таким длинным и направленным вперед апикальным жгутиком. Эти организмы являются анаэробами или микроавиофилами, и у них отсутствуют настоящие амитохондрии. Следующая группа иукариот в пределах аморфея – это амибазоа, которая главным образом объединяет огромное разнообразие лобозных амеб, всем известно, также некоторые группы раковинных амеб, например, арцел. Однако тут нужно тоже заметить, что некоторые амибазои имеют жгутик, например, архамеба, мастигамеба, то есть являются таким образом амибофлагелятами. Двигаемся дальше. Первая супергруппа архипластид, которая объединяет красные водоросли, зеленые водоросли и высшие растения, также глаукофитовые водоросли. Понятно, что архипластиды играют огромную роль в биосфере, и название в буквальном смысле означает «организмы, несущие древние первичные пластиды». Пластиды их имеют симбиотическое происхождение, и произошли они в результате симбиоза древних амебукриот с цианобактериями. Буквально недавно, в 2019 и 2020, в 2021 годах, стало понятно, что к архипластидам относятся и некоторые жгутиковые гетеротрофные формы, в частности, традельфиса, у которого присутствует скрытая пластида, и загадочные организмы пикозои, которые многое проясняют из ранней эволюции архипластид. Следующая группа иукриот называется криптиста, к ней относятся криптофитовые водоросли, всем хорошо известные, и, например, вот такие жгутиковые формы, это гетеротрофные криптофитовые катаполифориды, и такой забавный, интересный жгутиконосец, пальпитамонос, недавно обнаруженный японскими исследователями. Следующая группа иукриот называется гаптиста, она включает гаптофитовые водоросли и центрохилидные солнечники, вот здесь вставлена фотография центрохилида, и не буду на ней останавливаться, но вот интересным является то, что возможным родственником гаптофитовых водорослей является жгутиконосец анкарациста, обнаруженный нами протист, которым я сейчас расскажу чуть подробнее, поскольку история про вор, она, собственно, начинается с обнаружения нами анкарациста. Когда-то, несколько лет назад, я был на постдоке в Канаде, в Университете Британской Колумбии, в качестве лирического отступления расскажу историю. При организации своего рабочего места мне сказали, ну вот можешь взять этот стол, правда, там находится старый чашки Петри с пробами, которые оставил после себя предыдущий постдок Алексис Хоу, которая вернулась в Великобританию. Она отбирала пробы, ассоциированные с кораллами из морского аквариума в Сан-Диего, изучала себе отов кораллов, ну вот остались почти высохшие чашки Петри, просто выбрось их, и будет чистое рабочее место. Тут, не знаю почему, захотелось в этих почти высохших чашках проверить, что там, может быть, интересное осталось. И действительно, в одной из чашек Петри обнаружились такие интересные клетки. Сначала мы их назвали твирлинг-диск или вертящиеся клетки. Вот здесь на видео можно их видеть, которые не были похожи на других. паратистов, с которыми я работал до этого. Мы провели, сигенировали транскриптомы, провели филогеномные и ультраструктурные исследования их клеток, и комбинация морфологических и молекулярно-филогенетических данных показала, что анкарациста, анкарациста Твиста, мы его назвали, представляет собой новую, неизвестную науке эволюционную линию люкориот самого высокого токсономического ранга. Правда, точное филогенетическое положение тогда установить не удалось, но, как мы тогда предполагались, вероятно, она давала сестринскую линию к гаптистам. И также эта анкарациста характеризовалась уникальной морфологией, включая наличие в клетке стрекательных органелл, нового для науки типа, который мы назвали, собственно, анкарациста. Она состоит из такой амфоровидной структуры с семью цилиндрами внутри и якоревидной головки, которая, собственно, используется для атаки на якоретическую жертву. Этот организм является хищником и поедает других простейших. И эта находка в свое время привлекла большое внимание масс-медиа. Например, анкарациста попала в топ-10 новых видов 2018 года, открытых в этом году вместе с некоторыми видами растений и животных. Этот список был обнародован CNN 23 мая в день рождения Карла Линны. Двигаясь дальше по дереву, мы видим супергруппу... Да, к анкарацистам мы вернемся еще позже, а двигаясь дальше, мы видим супергруппу ЦАР, которая еще недавно называлась ЦАР, имела такую аббревиатуру. Это аббревиатура от трех таксонов страбинопилы, оливиоляты и резари. К страбинопилам, например, относятся бурые, диатомовые водоросли, золотистые водоросли и вообще все гетероконтные или разножгутиковые водоросли. Также некоторые гетеротрофные формы, некоторые грибоподобные организмы, например, оумицеты, это, например, питофтора, паразит картошки, тоже являются страбинопилами. Вторая буква А – это оливиоляты. Оливиоляты этих простейших объединяет то, что вот под их клеточной мембраной лежат оливиолы и к оливиолятам относятся всем хорошо известные инфузории, например, динафлагеляты и опекомплексные паразиты или споровики, куда относятся, например, малярийный плазмодий. И, наконец, АР, резария, к ним относятся из широко известных представителей, это форминиферы и радиолярии. Вот недавно нами было произведено исследование жгутиконосцев тиланемид, это хищные организмы с двумя направленными вперед жгутиками и очень сложным цитоскелетом, и оказалось, что они формируют сестринскую эволюционную линию по отношению к таксону САР, и таким образом САР превращается в ТИ-САР или ЦАР. Получилась такая интересная новая аббревиатура ЦАР и Укариот. Следующая эволюционная линия называется Хеми-Мастигофра, к которой относится Хеми-Мастикс. Очень интересный организм и интересная история. За ними стоит вообще Хеми-Мастикс, как вы можете видеть по этой картинке, более всего напоминает инфузорию и вообще протестологи и целеатологи, ни у кого из них не было сомнений, что этот Хеми-Мастикс является одним из таксонов инфузории. Он был, этот организм известен еще с конца 19 века. Были получены морфологические данные, которые в принципе не отвергали вероятную филогенетическую позицию данного организма внутри инфузорий, но молекулярных данных никаких не было, и они были получены достаточно случайно. Канадская исследовательница Яна Иглит, у нее российские корни, она во время прогулки в горах в Канаде отобрала почвенную пробу и ей удалось выделить, обнаружить, во-первых, во-вторых, выделить в культуру этот организм, похожий на инфузорию Хеми-Мастикс. Благодаря наличию культуры вместе с коллегами они получили транскриптом и установили филогеномную позицию Хеми-Мастикс. Оказалось, что это отдельная сиротская линия и укрет, положение, которое неясно, но, возможно, она является сестринской линией к огромному домину Дайфоретикис. То есть, никакая это не инфузория, а что-то совершенно уникальное. Движемся дальше и видим экскават, которые, как я уже сказал, вероятно, не являются монофилитичными. Почему экскаваты? Это организмы, многие представители которых имеют симметричные клетки с выраженной пищевой оборосткой, как бы выкопанные или экскавейт с одной стороны от английского, отсюда и название. И вообще эти экскаваты включают просто гигантское разнообразие жгутиковых протистов, которые могут быть свободно живущие, паразитические, симбиотические и фотосинтетические. И самое известное, среди экскават в группе дискоба, это, пожалуй, евглинозои, к которым относятся всем известные евглинозеленые. Еще одна пока неясная сиротская линия иукариот называется ансеромонодиды. Вот так они выглядят. Здесь должно быть видео, да, вот оно пошло. Это такие мелкие, до 5 микрон, бентосные, скользящие по субстрату клетки, которые дорсовентрально сплющены, имеют рострум на переднем конце, и два неравных жгутика, первый из которых очень короткий. И последняя группа иукариот, она называется CRAMS. Это аббревиатура, как часто сейчас бывает в макросистематике иукариот, аббревиатура от плодекционида, ригефилида и мантамонос. И все представители CRAMS до некоторой степени метаболичны, а некоторые из них продуцируют псевдоподий. При этом надо сказать, что в недавнее время было описано несколько видов, не имеющих четкой связи с другими супергруппами, что поднимает вопросы о природе и степени еще не открытого разнообразия и обнажает ограничения исследований, которые основаны исключительно на молекулярных данных. Вообще молекулярные исследования или метабаркозинговые исследования, в частности микробных сообществ, они привели к настоящей революции, к значительному увеличению известного разнообразия бактерий и архей. При этом метабаркозинговые исследования также выявили и новые иукариотические группы, однако не так много, как среди прокариот. При метабаркозинге происходит отбор проб, из тотальной пробы воды или почвы выделяется вся тотальная ДНК, которая затем амплифицируется, амплифицируются маркерные гены у протистов, это гиперевареабельные регионы ВИФО и ВИН-9 17С РНК. Эти короткие ампликоны, могут быть 300 или нуклеотидов в случае ВИФО или порядка 100 нуклеотидов в случае ВИ-9, они секвенируются на иллюмине, и по этим итоговым последовательствам можно провести штрих-кодирование протистов, однако вот именно для иллюкориотических жгутиковых протистов разрешения данного метода оно, к сожалению, невелико и зачастую не удается определить видовую, даже родовую принадлежность, ну и если попадается какой-то неизвестный протист, он просто остается неклассифицирован, то есть есть вот такое ограничение у метабаркодингового подхода к исследованию разнообразия. Также невысокая доля новых групп протистов, которые выявляются путем метабаркодингов, это также связано вероятно с тем, что большая часть иллюкориотического разнообразия, в отличие от разнообразий прокариот, она уже была ранее выявлена, была и ранее известна в микроскопических исследованиях, и также вероятно это связано с тем, что секвенирование природных проб, оно позволяет выявить относительно многочисленные таксоны, а редкие таксоны, их легче упустить из виду, и иллюкориоты включают целый экологический класс организмов, которые, как правило, численно редки, это хищники, эти более редкие, но чрезвычайно важные организмы, они часто оказываются сиротскими линиями на молекулярно-филогенетических деревьях протистов, и по всей видимости микробные хищники, так же, как и их собратья среди животных, они сравнительно редко встречаются в природе, однако редкость, она не исключает ни высокого уровня разнообразия, ни экологической важности, так же, как и для животных. И переходя уже непосредственно к проворам, это все началось с того, что было выделено и обнаружено нами 10 новых микробных хищников, они были выделены из географически обособленных, удаленных от друга морских мест обитаний, включая коралловые рифы острова Кюрасао, литераль Черного и Красного морей, а также планктон северо-восточной части Тихого океана и северно-ледовитого океана в Карском море. Обнаруженные нами организмы представляют собой мелких, быстро плавающих и внешне на самом деле ничем не примечательных жгутиконосцев с двумя гетродинамичными жгутиками, которые выходят из двух разных жгутиковых карманов и имеющих такую вентральную пищевую бороздку, с помощью которой они охотятся на других протистов. Этот же общий план клетки описывает ранее обнаруженный сиротский вид анкороциста твиста, о котором я ранее подробно рассказал, и вид колпанема морисрубри также был обнаружен и описан нами еще в 2009 году в зоологическом журнале, когда мы еще не проводили молекулярные исследования, и здесь мы вот эту колпанему морисрубри переименовываем в небуламонос морисрубри. Однако это сходство этих всех хашгутиконосцев оно лишь внешнее, и эти организмы принципиально различаются как структурно, так и поведенчески, и, вероятно, занимают разные ниши в сообществах. Дело в том, что различные клоны этих хищников, они демонстрируют разные способы питания. Одна группа более мелких организмов питается откусывая или отгрызая части клеток от своей добычи, а другая поглощает клетки жертвы целиком. Мы назвали эти две группы одну неблериды от английского неблер или кусачки, выгрызачки, а другая группа это небулиды от латинского небуласт туманный мистический. И небулиды объединяют в себя виды анкарацисса твиста и небуламоноса марисрубри. Размер их яйцевидно-овальных клеток составляет порядка 10 микрон и они, как я уже сказал, фоказитируют клетки шертова целиком. Неблериды намного меньше порядка 3 микрометров и в голодном состоянии имеют вот такие изогнутые серповидные клетки с отчетливым шипом или жалом, который используется для нападения на добычу. На данном видео вы можете наблюдать, как один из экребиальных герзунов, хищников неблерамона скарантинус, более мелкий, он нападает на более крупную жертву бодониду прокриптобиа сорокина. Вообще, питание у них очень интересное. Они, в принципе, могут заглатывать добычу и целиком, если питаются мелкими какими-то гидротрофными харизмонадами, например, но более характерно для них является уникальное пищевое поведение, когда они откусывают и заглатывают часть клетки более крупные жертвы путем замыкания вентральной пищевой бороздки. Здесь вы видите этот процесс более-менее более мелкая клетка неболеромоноса, она обволакивает вентральной бороздкой более крупную клетку бодониды прокриптобиа сорокина, вот она ниже, и сейчас в дальнейшем будет происходить откусывание. Вот такое откусывание на самом деле уникальное и демонстрирует то, как жгутиконосцы пикоразмера могут питаться более крупными клетками, что часто не учитывается в моделировании микробных пищевых сетей, хотя нужно такое явление учитывать, что более мелкие жгутиконосцы могут являться более крупными протистами. Вот здесь мы уже видим остаток клетки от прокриптобии, основная масса перешла уже в пищеварительную вуколь неболеромоноса, который увеличился в два раза в размерах примерно. Эти организмы очень прожорливые, в культуре они могут поглотить до трех миллионов клеток по криптобии буквально за один-два дня, то есть выедают всю эту жертву, от которой остаются такие остаточные тела, а у хищных неболеромоносов формируется крупная пищеварительная вуколь. Как же они это делают? Прежде всего шиповидные выросты их клеток, напоминающие жало, они содержат внутри 5-6 крупных стрекательных органелл, используемых для нападения на добычу. Это во-первых. А во-вторых, их вентральная бороздка, которая происходит закусывание жертвы, она армирована микротрубочками и имеет такие плотные асмоофильные уплотнения зубовидные, которые вероятно участвуют, помогают в откусывании клеток более крупной добычи после закрытия вентральной бороздки. Характерными морфологическими признаками неболерит также являются крупные альвеолярные пузырьки под плазматической мембраной их может быть один или два слоя. И, вероятно, они используются как депо мембран для формирования крупной пищеварительной вукуоли. Здесь клетка жертвы пищеварительной вукуоли окружена мембраной, при этом альвеолы у самого хищника уже не так выражены. Кроме того, характерными признаками неболерит являются наличие микропор между альвеолами и комплексных многослойных покровов, которые армированы таким рядом микротрубочек. И эти черты строения сближают неболерит с альвеолятными протистами. Переходная зона жгутиков на этом рисунке имеет аксосому, изогнутую поперечную пластинку, а также имеет переходный цилиндр выше уровня клетки, что сближает неболеромонос уже с совершенно другими организмами, например, с ханоцитами губок. Задний жгутик неболерит на поперечном сечении имеет две противоположные складки, такие характерные. Это очень интересный и редкий среди лукориот признак, который вскричается у экскават. Кроме того, неболериты имеют крупные митохондрии с мешковидными кристами и нитевидными включениями, которые, например, имеются в некоторых хризофитовых и ксантофитовых водорослей. Таким образом, неболериты сочетают в себе в одной клетке черты, важные признаки сразу нескольких неродственных друг к другу супергрупп иукариот. Мы секвенировали транскриптомы обнаруженных организмов и исследовали их филогенетическое положение, используя филогеномное выравнивание из 320 белок кодирующих генов. Вся эта работа была проведена научным сотрудником Института физико-химической биологии имени Белозерского Кириллом Михайловым. Многим из вас, вероятно, он знаком по своим совершенно блестящим исследованиям в разных областях изучения не только одноклеточных и построение эти филогеномные в частности Байесовский анализ и анализ максимального подобия показали, что неблериды и небулиды они формируют единую монофилитическую группу, новую супергруппу иукрид, которую мы назвали провора. Провора это devoring voratious protists, то есть пожирающие прожорливые протисты. При этом, как мы видим, небулиды и неблериды они формируют две глубоко расходящиеся эволюционные линии провора. И Байесовское дерево помещает провора как сестринскую линию группировки царь плюс гаптиста с апостерерной вероятностью 0,95. При этом анализ максимального правдоподобия напротив он помещает, он поддерживает родство провора с хими-мастегофорами, с тем загадочным хими-мастиксом и показывает их сестринское эволюционное положение по отношению к царь плюс гаптиста. Кирилл провел дополнительные хилогенетические анализы используя удаление быстро эволюционирующих сайтов и рекодинг и, например, с удалением до 40% быстро эволюционирующих сайтов из выравнивания топология дерева максимального правдоподобия не меняется, поддерживая группировку провора с хими-мастегофора, но при исключении 50% наиболее быстро эволюционирующих сайтов меняется топология древа, показывая уже позицию провора как сестринскую группу по отношению к царь плюс гаптиста с поддержкой 65%. То есть получается та же топология, что и на дереве филобайес. Байесовский анализ с рекордингом по шести состояниям показывает монофилию провора и с низкой поддержкой ее сестринскую позицию к гаптистам. Применяя рекординг по четырем состояниям, мы получаем вообще парофилию провора и полную дестабилизацию филогеномного древа и неясные родственные отношения между основными группами внутри домина диафоретики. ЭЮ-тест Approximately Unbiased тест полного набора данных первый столбец выравнивания не отрицает 10 из 63 протестированных топологий при уровне значимости 5%. Результаты этого теста становятся более строгими, когда из выравнивания исключаются от 20 до 30 процентов сайтов, в частности после исключения 20 процентов наиболее быстро эволюционирующих сайтов, ее тест отклоняет все топологии, кроме двух. Это тех, которые были получены с помощью Байсовского анализа и анализа максимального правдоподобия. То есть в целом филогеномный анализ показывает, что они образуют древнюю разнообразную супергруппу и укрет провора и показывают их эволюционную позицию на дереве как осестринскую линию группировки царь плюс гаптист возможно также включая химомости гофра. Чтобы охарактеризовать распространение видов провора в природе мы провели поиск по базам данных ампликонов природных секвенсов генов генов 18С РРНК в различных средах и было обнаружено как вы видите точками это показано большое количество последовательности по всему миру принадлежащих к провора причем распространены они глобально всесветно и преимущественно в морских средах включая коралловые рифы поверхностные океанические воды глубинные максимум хлорофила мезопилогические воды а также морские например морские донные отложения на глубине 5000 метров также удалось обнаружить их ампликоны в солоноватых и пресных водах при этом в почвах пока секвенсы провора не обнаруживаются вообще ампликоны провора надо сказать что они характеризуются низкой численностью во всех исследованиях молекулярного разнообразия природных проб и филогенетические дерева делевия по В4 и В9 18 СРНК показывают что разнообразие провора на уровне родов и видов оно значительно выше чем 10 они показаны красным выявленных нами микроскопически к настоящему время культивируемых представителей и то есть предстоит поиск возможно я надеюсь в ближайшем будущем будет выявлено гораздо большее число родов и видов провора которые абсолютно точно существуют в природе и они показаны природными секвенсами тут нужно важно отметить что хотя метабаркодинг и высокопроизводительное секвенирование природных проб действительно захватывает эти организмы но филогенетические деревья которые построены по коротким последовательностям В4 В9 18 СРНК они не могут показать их четкое филогенетическое положение в результате такие природные последовательности они постоянно ошибочно идентифицируются аннотируются в исследованиях как неклассифицированные сиротские последовательности а чаще просто исключаются игнорируются из анализа ввиду их небольшого количества однако вот такие сиротские или не аннотируемые природные секвенсы могут являться могут принадлежать каким-то новым супергруппам протистов мы исследовали состав генов пробора чтобы установить некоторые основные черты и две основные группы и функциональная аннотация генов функциональная аннотация трофических режимов по транскриптомным данным согласуются с хищническим образом жизни провора в транскриптомах не обнаружены характерные белки пластид содержащих протистов такие как белки импорта пластидного вот что интересно среди белковых доминов которые заметно обогщены у провора по сравнению с другими лукариотами мы находим семейство мембранно атакующих комплексов и перфориновых доминов МАКПФ члены семейства МАКПФ они очень интересны и известны преимущественно как порообразующие циталитические белки которые функционируют в иммунных системах животных и растений эти белки например вырабатываются иммунными клетками и встраиваются собираются в каналы в клеточной мембране инфицированных клеток вызывая их лизис и такие белки также функционируют при инвазии клеток хозяев паразитическими протистами а также присутствуют в летальных токсинах стрекательных органел актинии которые могут быть аналогами аналогичные экструсомом провора у человека например имеется около дюжины белков с этим домином но транскриптомы видов провора содержат до 30 белков с доминами MACPF и надо заметить что MACPF провора они обнаружены в ассоциации с доминами EGF это эпидермальный фактор роста желтым они показаны и многие последовательности имеют секреторный сигнальный пептид что подтверждает и указывает на вероятное вне клеточное нацеливание этих белков и одно из наших предположений что белковые домины MACPF у провора могут участвовать в образовании пор в клетках жертвы и таким образом помогают откусыванию кусочков добычи зубцами брюшной бороздки судя по филогенетическому положению провора это древняя супергруппа иукриот и древность расхождения двух глубоких линий провора неболелит и небулит она также отражена в составе их генных семейств оказывается что виды неболелит и небулит внешне похожих имеют только 20-25% общих ортологических групп что аналогично цифрам для видов из разных неродственных супергрупп иукриот или например для растений и животных ортологичные группы также указывают на то что геномы провора относительно богатые генами порядка 16-24 тысяч семейств теперь перейдем к следующему разделу это митохондриальные геномы провора этот митохондриальный раздел был анализ митохондриальных генов был проведен моим коллегой его зовут Райан Геврилак он канадец когда мы впервые познакомились я так усомнился и спросил ты Гаврилюк он такой да откуда ты знаешь интересная история его предки получается прадедушки прабабушки они во время революции эмигрировали еще из царской России в Канаду и как бы дали и основали там семью Геврилак он Райан не его родители они никогда не были в России но вот так мы с ним познакомились и сотрудничали в данном проекте так что можно сказать о митохондриальном геноме нужно сказать что митохондриальный геном он был изучен еще ранее у анкарациста твиста и он необычайно богат генами как и вся супергруппа провора митохондриальный геном провор в целом имеет 51 белок кодирующий ген с незначительными вариациями такие как неоднородное присутствие некоторых рибосомных белков транспортных рНК и бактериоподобного рНПБ и нужно заметить что митохондриальные геномы небулит и небулерит они имеют важное отличие которое связано с комплексами цепи переноса электронов все митохондриальные геномы провора они кодируют систему созревания цитохрома цитохрома типа 1 унаследованную от предка митохондой то есть от альфа-протобактерий а небулиты вот эти организмы они дополнительно имеют кодируемую ядром систему созревания цитохрома цитохрома 3 или голоцитохром сэсинтазу и система типа 3 она заменила систему типа 1 у большинства эукариот а вот небуламонас морисрубри и анкроцист сатвист они обладают двойной системой созревания цитохрома цэст что является уникальным явлением среди эукариот это означает что обе эти системы они длительно сосуществовали в течение большого авиационного периода времени что предполагает что сравнение митохондрии небулит и небулерит может дать уникальный материал для анализа эволюции биогенеза цитохрома уникриот в целом как транскриптомные данные так по ядерным белкам так и митохондриальные геномы они подтверждают родство между небулитами и небулеридами а также подчеркивают с другой стороны глубокую эволюционную дистанцию между ними в том числе в митохондриальной геномике таким образом в заключении можно сказать что новые микробные хищники в совокупности образуют новую разнообразную супергруппу эукариот названную провора при этом провора генетически морфологически и поведенчески отличаются от других эукариот и включают две расходящиеся клады хищников небулитии и неблеридии небулитии и неблеридии внешне похожи друг на друга но принципиально отличаются по ультраструктуре поведению и содержанию генов тип питания неблеридия он уникален и демонстрирует как шкутиконосцы пик размера могут питаться более крупными клетками что часто не учитывается при моделировании микробных пищевых сетей и сходство морфологических характеристик провора с представителями неродственных таксонов и укрёта но предполагает что некоторые морфологические особенности строения их клеток они могут быть очень древними и потенциально напоминающими предковое состояние нескольких крупных леокреатических супергрупп также провора широко распространены в морских и пресноводных средах но численно редки и следовательно они полностью игнорировались в исследованиях молекулярного разнообразия протистов в природных пробах и в эпоху высокопроизводительного секвенирования изучения и укротического разнообразия путем пультивирования и микроскопии оно остается незаменимым для открытия редких но экологически эволюционно важных и укрёта такими какими являются проворы большое вам спасибо за внимание хочется также поблагодарить всех коллег которые участвовали в данном проекте Кирилл Михайлов Райан Геврилла которых я уже упоминал Варша Мафа сейчас она в Оксфорде она как раз проводила поиск ампликонов среди природных секвенсов Сергей Алексеевич Карпов это профессор зоологического института РАН и СПБГУ который внес большой вклад в исследование морфологии этих организмов Владимир Бенеминович Алешин хорошо наверное многим из вас известный профессор МГУ и сотрудник института Белозерского который стоял еще у истоков данного исследования начиная с анкроцистом Морис Рубри и многое внес в обсуждение основных идей данного исследования Александр Петрович Мыльников это мой учитель к сожалению не так давно ушедший из жизни который очень многое внес в изучение гидротрофных флагелят Патрик Киллинг профессор университета Британской Колумбии старший автор данной публикации в лаборатории которого были произведены молекулярные исследования то есть после постдока я регулярно посещаю эту лабораторию сохраняются взаимоотношения и коллаборации и наша группа Deep People молодые ученые Институт биологии внутренних вод лаборатория микробиологии Артем Михайлов Анастасия Бородина Кристина Прокина Олега Загуменна и Дмитрий Загуменна которые также сыграли большую роль в изучении этой новой супергруппы большое спасибо за внимание Игорь Негода Продолжение следует...